Профессия для меня это все, это мой смысл жизни, это знаете, когда-то я еще в свое время в армии услышал по радио, что пожарная охрана города Одессы приглашает на работу работников, и я написал письмо, и вот, наверное, тогда я понял, что это был далекий 2002 год, и я понял, что я хочу связать свою жизнь. И когда, вернувшись, демобилизовавшись, вернувшись в родной Севастополь, я зашел в пожарную часть и подал документы, чтобы стать пожарным, и прошел путь, скажем, от рядового до подполковника, от пожарного до замначальника отдела. Случайных людей в МЧС не бывает. Они все приходят по призванию, такими, как когда-то Кирилл Рыжанков, который начинал службу спасателем пожарным. А теперь, через много лет, он подполковник и имеет богатый опыт, которым с радостью делится с ребятами. Три года назад мы с начальником городского отдела посидели, подумали, что нам надо все-таки создать классы, и так сделали, что в каждом районе у нас города есть классы. 26-й школа – это Восток, 19-й школа – это как бы центр, и 16-й школа – это Граевка. И мы попробовали, они сейчас уже в седьмом классе, эти ребята, которые впервые вошли в профильный класс. Ну, классы, они, ну, считаю, нужны, потому что, как бы, это наша, скажем, смена. И достойная смена растет, ведь дети осознанно пришли в класс МЧС. Конечно, это не говорит о том, что в будущем они стопроцентно выберут профессию пожарного спасателя. Однако уроки мужества, достойное воспитание и необходимое знание откроют для них многие двери. А сегодня ребята профильного класса МЧС средней школы номер 19 города Бреста с гордостью носят специальную форму и являются образцом в учебе и поведении для всех учащихся. Я, возможно, хочу в будущем как-то связать свою профессию с МЧС. И здесь повышенная математика, физика, эти уроки мне нравятся. Это обязывает тому, что ты, типа, ну, не как все, и тебе будет, ну, стыдно что-то сделать не так. Ты видишь себя в будущем сотрудником МЧС? Да, вижу. Я хотел сначала в медицинский поступать, но сейчас передумал. У нас есть этикет. Там нас учат, ну, как правильно общаться. А еще? Еще у нас есть маршировка. Мы учимся маршировать. Военная выправка, построение. Заметно, что дети стараются и им нравится шагать в строю. Элементы строевой подготовки – это часть учебного и воспитательного процесса. Также ребята участвуют в соревнованиях по пожарному спорту. И сейчас уже видно мастерство, которое в сложной ситуации можно применить в реальной жизни. Возможно, не каждому из них пригодятся именно эти навыки. Однако это один из хороших способов развить общекомандный дух и сплотить коллектив. Ведь здесь важно действовать четко и слаженно. А общий результат зависит от действий каждого. Классы МЧС – это классы, отличающиеся тем, что дети, обучающиеся в них, более дисциплинированные, более подготовленные физически, имеют основную группу здоровья. Дети углубленно изучают математические науки, математику, физику, информатику. В этом году мы ввели обязательно строевую подготовку, ввели хореографию, потому что считаем, что это дети, которые должны быть примером для всех остальных детей. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.